Вот я живу в этом центре уже четыре месяца. Как вы видите, спим на полу. Первые два месяца не было ни матраса, ничего. Спали прямо на пол. Было холодно очень. Здесь нет, видите, ни шкафа, ничего. Поэтому все мои вещи, которые остались после войны, это пару летних одежд. Не кушаем, вот, видно, так же на полу, потому что людей много, нету стулья, нету стола. То есть удобно, в принципе, ничего здесь нет. И вот, все моя жизнь здесь, на этом угле. Ну, надеемся, что Бог забрал, Бог даст еще лучше. Поэтому не жалуемся. 24 февраля рано утром 6 часов началось созвонка из областной администрации, чтобы началась война и побыстрее начать эвакуировать людей, семью и всех наших прихожан. Где-то после обеда въехал с города, забрал свою семью из Северодонецка, Луганской области. Уже было слишком взрывы, слишком были обстрелы. Мы и так от линии разграничения находились вдалеке от, ну, 30 километров где-то, ближайшая там граница с Российской Федерацией, которую они якобы сделали в 2014 году после оккупации части Луганской области и Донецкой области. В 2014 году, когда началась война, то есть мы тогда сильно пострадали, было попадание на нашу квартиру, и мои дети это знали, помнили хорошо, чтобы опять не травмировать детей. Я их забрал быстро, потому что, учитывая еще свой статус, и что мне нужно было помогать, остаться помогать людям, своим прихожанам и не только прихожанам, то есть мне семья сильно мешала в этом. Поэтому я их забрал в первую очередь, а потом уже начал помогать другим людям. В течение полтора месяца я занимался с эвакуацией людьми, людей, то есть, и можно было, в принципе, заехать, въехать. Были убитые люди уже, были обрушения зданий, но все-таки возможность эвакуироваться было. Сразу там на местах образовались волонтерские штабы, с которыми связывались, говорили, какой транспорт когда будет, какой поезд откуда уезжает, то есть сколько можно там людей отправить. Создавались очереди, здесь очень многим людям понадобилась помощь через посолство разных стран, потому что документы не у всех были в порядке. Было сложно, работать было сложно, и объемная была работа. Не было топлива, чтобы многие люди на частные машины уехали, они не могли добраться сюда целой недели, потому что они ночевали в дороге, в машинах, из-за того, что они не могли заправиться. Опять, то, что я раньше их въехал сюда и знал, что творится на дорогах, то есть давали консультации, собирали людей наших других исламских культурных центров, оттуда перенаправлять по возможности, когда уже находили транспорт. Работали с посольством Турции, хорошо работали с ними, потому что турки организовали автобусы с Украины, с разных городов, они забирали очень много людей. В румынске ребята были контакт с ними, они приезжали сюда, то есть каждый день записывали людей, которых нужно было уже отсюда забрать, которых мы разместили в гостиницах, люди жили в школах, в спортзалах. Мы им давали адреса, и на свои частные автомобили они даже забирали их через границу и отправляли дальше, в глубины Европы. Я грузин, я люблю Грузию очень, приезжаю туда, для меня, например, я там каждый камень могу целовать, потому что очень сильно скучаю, потому что это в крови. Но Украина наравне, можно сказать. Я приехал в Украину в 98-м году, уже 24 года тут живу, все время проживал в городе Северодонецк, Луганской области. На тот момент, у меня было 29 лет, я приехал с женой с двумя детьми, и тогда я приехал по причине со здоровьем старшей дочери, ее надо было лечить в Харькове. Я из мусульманской семьи, вообще-то, и всегда у меня, когда я приехал в Северодонецк, я соблюдал свою религию, но соблюдал как для себя. Меня не хватало круга общения с своими одиноверцами, потому что я в Грузии привык по-другому. В течение года я собирал, кого я знал в городе, и за городом, мусульман, неважно, они соблюдали, не соблюдали, я их собирал, каждую неделю один раз в своей квартире. И вот за год мы создали общину. Долгие годы я бегал в городскую мере, чтобы просили выделить землю для строительства мечети, и, к сожалению, у него не получилось. И после этого мы решили купить дом и переоборудовать его как мечеть. Эти фотографии, которые я распечатал специально для открытия Исламского культурного центра в Северодонецке, я сделал там специальный стенд. на этой фотографии история нашего центра в протяжении где-то 12 лет. Исламского культурного центра Там находились люди, которые укрывались и которые брали у нас во дворе со скважинью воду. Девять часов случился обстрел с зажигательными косетами, который вызвал большой пожар, здание разрушилось, потом все сгорело. И в этот момент там города у нас находились кодировцы вместе с другими, то есть русско-российскими войсками, там, эленеровцы, их полиция. Они знали прекрасно, что там есть мечеть, что не надо его трогать, но, к сожалению, мечеть посчитали нужным, что несет угрозу для России и его убрали. Даже когда мы приехали в Черновцы, мы приехали сюда спонтанно. Мы не знали, куда едем. Просто здесь, рядом граница, и остановились. И причиной остановки здесь еще вот это стал Исламский культурный центр, в котором я думал, что мне это ближе, мне это поможет, чтобы облегчить жизнь. Мы сейчас здесь живем переселенцы из Донбасса и из города Запорожья. Тут у нас спокойно, тихо. Можете спокойно себя чувствовать. Пожалуйста, попробуйте наш чай. Будем жить вместе как-то, продолжать. Как вы там надолго сюда планируете? Недели на 3-4. Недели на 3-4. А родители остались там? Там, да, остались. Правильно. И можно, молодежь надо спасать. Тем более, я так слышал, что вы спортсмен. Да. Вольная борьба? Да. Вот, молодец. Это центр в течение войны, то есть, стал местом для скопления людей, которые приезжают сюда. Мы сотрудничаем с разными фондами, с волонтерами, которые привозят сюда продуктовые наборы. И мы их с удовольствием раздаем, всем нуждаются людям. Неважно здесь, к какой вере, к какому этносу они принадлежат, приходит человек, то есть, и получает такую помощь, которую я буду сейчас складывать. Это в основном крупы, то есть, в хорошем объеме. Рис тут, сахар, фасол, масло. Сейчас мы будем это, то есть, на машине, относить на краю города. Те люди, которые обратились, у них нет транспорт, не могут сюда прийти, поэтому и туда с доставкой. То есть, бывает так, чтобы сюда приходят забирать, бывает так, что мы по адресу, часто по адресу мы выносим. Привезли чуть-чуть продукты. И спасибо. Ну, они же не возьмут. Спасибо. Видите? ПЕСНЯ 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 Война для нас это все. Это земля, с которой связана полностью наша жизнь. Я думаю, что мои дети опять же будут долго жить здесь. После нашей перемоги я вернусь в Донецк. Обязательно буду думать, как все восстановить. Хочу построить еще лучше и красивую мечеть. Я думаю, что после этой войны, которая закончится с положительным исходом для нас, каждого украинца, я думаю, что им ждет счастливый жизнь. Я рад, что в этом процессе я участвую, как гражданин Грузии, как гражданин Украины.